Совсем недавно я запустил новый формат выпусков, где рассказывал о ситуации в Белоруссии, об отравлении Навального, о процессу по делу Ефремова. Все эти события весьма негативные, но они получают гораздо больше просмотров и реакций, чем нейтральный разбор личности и поведения. Почему мы так стремимся потреблять негатив? Хотите угадаем? Большинство из вас бомбит от шоу Малахова, программ с Киселевым и Соловьевым или Дома-2. Многие из вас бесятся, когда это смотрят ваши родители и бабушки, и тем более друзья. Многие даже осуждают, что они хавают то, что подают в телеке. Но сами вы так не делаете, да? Вы идете в интернет и самостоятельно выбираете качественный контент. Как бы не так. Вы потребляете те же самые скандалы и негатив, просто современно упакованный в другой форме. Трэшовые паблики, агрессивные пранки, шоу со взаимными оскорблениями типа «Что было дальше?» Вы с удовольствием наблюдаете за конфликтами блогеров и обсуждаете их выходки. Что же мы находим в этом? Как создатели такого контента играют на наших эмоциях и удерживают внимание? И как негативное шоу влияет на нашу психику? Об этом в сегодняшнем выпуске. Помните, было время, когда на вопрос «Что делаешь?» Мы отвечали «Да, в интернете сижу». Сейчас уже мало кто-то говорит, потому что мы сидим в интернете практически круглосуточно. Все больше денег вкладывают бизнесы в интернет. И все больше специалистов нужны этим компаниям. Особенно после самоизоляции, которая очень быстро стимулировала всех перейти в онлайн. Если вы задумываетесь об удаленной профессии, но пока не видите, что именно подходит для вас, регистрируйтесь на бесплатную онлайн-конференцию «Найди себя в Digital», которая стартует 9 сентября в онлайн-университете Skillbox. Вы узнаете все о современных digital направлениях и выберите профессию, которая изменит вашу жизнь. Выбор очень большой. Веб-дизайн, интернет-маркетинг, аналитика, данных, программирование и разработка игр. Это я назвал только направления. И в каждом из них много отдельных профессий. Важно понять, что подходит именно вам. Рекомендую не гнаться за деньгами, а выбирать именно душой. Тогда вы найдете профессию, в которой будете с удовольствием развиваться. А за этим обязательно следует и хороший заработок. Самых активных участников онлайн-конференции ждут подарки от партнеров. Конференция от Skillbox бесплатная, но только доступна по регистрации. Торопитесь, бесплатных билетов всего полторы тысячи. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Мы давно уже привыкли, что наша ежедневная лента заполнена плохими новостями. Кликая на них, мы в первую очередь пытаемся обезопасить себя. Если в мире случилось что-то страшное, то мы хотим убедиться, что мы сами и наши близкие в безопасности. Это базовая потребность человека. Но зачем нам на постоянной основе смотреть шоу, вызывающее негативные чувства? Почему этих шоу так много вокруг и они так популярны? Ведь на YouTube многие блогеры стали известны именно благодаря такому контенту. Они часто сознательно идут на конфликты и создают их на ровном месте, понимая, что люди клюнут на это. Когда вы следите за конфликтами и разоблачениями блогеров, вас ведь на самом деле совсем не волнует, кто там честный, а кто нет, кто кого кинул, кто сколько денег заработал и так далее. Фактически вам плевать на все это. Вам лишь хочется посмотреть, кто как будет выкручиваться из такой ситуации. Вам интересен сам этот процесс, сами эмоции и модель поведения в конфликтах. Ради этого вы даже специально провоцируете блогеров на конфликты. Пытаетесь столкнуть друг с другом. Я вроде не выгляжу скандальной личностью, но даже мне периодически приходят сообщения вроде «Смотри, такой-то там блогер про тебя высказался, что ты ответишь?» Ну, но не лицемерно ли с вашей стороны при этом смотреть свысока на передачи «Малахова» и «Дом-2», построенные на тех же самых принципах? Безусловно, не каждый пишет в комментариях с подобными провокациями, но все же многие с удовольствием наблюдают за конфликтами и негативом. Это заложено в нашей природе. Хотим мы этого или нет? Вы можете это отрицать и не соглашаться, но это так. И я вам смогу это доказать. Думаю, все вы уже знаете, что большинство передач, шоу, сериалов и фильмов ориентировано на то, чтобы зритель испытал эмоции. Все эмоции воспринимаются нами как позитивные либо негативные. В сущности, такое деление не совсем корректно, так как каждая эмоция в каком-то смысле полезна для человека. Но есть эмоции, к которым мы стремимся. Это радость, энтузиазм, надежда, восхищение. А есть те, которых мы избегаем. Раздражение, вина, стыд, отчаяние, гнев. Тем не менее, каждый человек испытывает в жизни и те, и другие эмоции. Негатив временами накапливается в нас из-за тех обстоятельств, которые произошли в жизни. Отругал начальник, не получилось что-то сделать, толкнули в метро, поссорился с другом. Но агрессия табуирована в обществе. Чтобы не отвечать грубостью, быть социально приемлемым и не рушить отношения, мы сдерживаем обиду, гнев и агрессию в себе. То есть подавляем негатив. Но в итоге, эта агрессия все же должна куда-то выходить. И она выходит наружу в виде аутоагрессии, самобичевания или депрессивного состояния, психосоматики, то есть физического недомогания или агрессии во внешний мир, провокации, ссор, сарказма. Во времена мирной жизни, без войн, революции, охоты и борьбы за выживание, что было свойственно людям всю историю, агрессии просто некуда было выходить. Приходится искать экологичные методы ее утилизации. Очень важно выпустить эмоции вторысла, которая не принесет вреда самому себе или отношениям с людьми. Поэтому еще с древних времен все правители понимали, что важно дать людям не только хлеба, но и зрелищ, и желательно кровавых. Вспомним гладиаторские бои, которые были безумно популярны в Древнем Риме. Тысячи людей собирались, чтобы посмотреть на них. Гладиаторы чаще всего были рабами. Победа в бою помогала им освободиться. Неплохая мотивация, чтобы показывать народу зрелищные схватки. Массовые казни, которые проводились на площадях, также были одним из любимых народных развлечений. Сейчас способы утилизации агрессии более разнообразны, но жесткие и зрелищные бои остались в виде боев без правил, бокса и других. Вспомните бой Конора против Хабиба. Он привлек внимание даже тех, кто далек от этого спорта. Такой резонанс вызвал нагнетаявшийся конфликт между бойцами и армиями их фанатов. Люди хотели увидеть некую расплату или наказание бойца за его дерзкие выходки. Множество обсуждений и споров в соцсетях и на различных шоу только подкрепляло это желание. Поэтому многие получили удовольствие от боя, несмотря на то, что в жизни драку оценивают негативно и сами предпочли бы не драться. Ну ладно мы. Давайте посмотрим, как сами шоу подкрепляют все это и играют с нашими эмоциями. Ведь их создатели прекрасно понимают, как вызвать наш интерес. Для этого они используют типичные приемы. Если вы знаете их, то найдете в любом шоу. При этом они могут быть упакованы под юмористические или развлекательные. Но иметь все эти элементы подсаживания на эмоции. Недавно я рассматривал, как политики используют невербальные коды для воздействия на аудиторию. Так же и популярных шоу. Уже на этапе дизайна студии закладывается определенный настрой, который должен передаваться участникам и зрителям. Например, красный цвет в оформлении встречается очень часто. Такой цвет у большинства ассоциируется с агрессией в контексте того, что там будет проходить вербальная или невербальная схватка. Точно так же, как и огонь, который можно увидеть на шоу «Прожарка», «Дом 2. Битва за хайп». Однако красный цвет может иметь и другой смысл. Все зависит от контекста и других обстоятельств. Тут важно рассматривать именно совокупность фактора, а не оценивать отдельный элемент друг от друга. На шоу «Что было дальше» известное достаточно жесткими шутками над гостями, на заднем плане виден весьма агрессивный рисунок, на который даже никто не акцентирует внимание. Но это тоже может влиять на подсознательный настрой зрителя, который будет более остро воспринимать происходящее. Безусловно, только один элемент не способен создать нужный настрой. Это игра нескольких факторов, влияющих на нас. Я бы хотел акцентировать на это внимание. Например, конфликтный подтекст еще создает расположение участников, когда условная сцена расположена так, чтобы они были друг напротив друга. Он предполагает противостояние, создает условия для развития споров, конфликтов и дискуссий. А что насчет участников этих шоу? Знаете ли вы, по каким принципам их подбирают? Здесь есть два варианта. Либо они должны восприниматься такими же, как мы. Тогда мы проецируем их горе и радость на себя. Нам проще проявить эмпатию и как бы прожить их чувства. Я никого никогда не называла папой. Он ушел, когда мне было 7-8 месяцев. Но я могу сказать, что так как как отца я его не знала никогда, то есть я знала, что у меня есть мама. Все. У меня нету папы. В другом случае персонажи выбираются преувеличенно неадекватными и проблематичными, чтобы зритель видел, что у кого-то в жизни все гораздо хуже. На таком контрасте собственная жизнь уже не кажется такой паршивой. Обычно для таких ток-шоу берут реальных людей, как правило, из регионов, у которых нет денег на адвоката и они не знают, как договариваться друг с другом. Зачем они приходят? Их убеждают, что они получат поддержку от экспертов, юристов или психологов и возможность высказаться. В некоторых случаях герой получает материальную помощь, например, сбор средств на лечение. Оплату за участие героя ток-шоу обычно не получает, но за сенсационные новости продюсеры готовы платить и весьма неплохо. Например, Екатерина Диденко за участие в Пусть Говорят получила 1 миллион 400 тысяч рублей. Однако эти деньги стоили ей большего эмоционального потрясения. По словам Диденко, ей обещали поддержку в борьбе с хейтом, а получила она публичный экзамен и показательную упорку. Вы контактировали с веществом, о котором ничего не знали. Вы залезли в Википедию и вы не прочитали вкладку «Безопасность». Что такое Б2? Я сейчас не вспомню. То есть вы блогер, который нам рассказывает про лекарства и этого не знаете. Помню. Что такое пиарш? Уровень кислотности. Это отрицательная концентрация водородов. Следующий вопрос. Не так, подождите, подождите. Бывшая сотрудница ток-шоу Пусть Говорят рассказала, что если на шоу приглашают две конфликтующие стороны, то им стараются не говорить друг о друге. Сотрудники делают все, чтобы эти гости не пересеклись в коридоре или в гримерке. Даже если оппоненты знают друг о друге заранее, их все равно держат раздельно и настраивают друг против друга. Еще больше подкрепляют тем самым взаимную неприязнь негативными аргументами, чтобы столкновение получилось максимально эмоционально. Даже если участников нет личного конфликта, обсуждаются общественные и политические темы, то берут людей с противоположными взглядами и вспыльчивым темпераментом, который любит кричать, перебивать и оскорблять оппонентов. На телевидении работают люди, которые отлично разбираются в психологии поведения. Им даже не нужно прописывать четкий сценарий, они просто подбирают гостей так, что могут спрогнозировать, что именно они скажут. То есть они хотят что? Они хотят, чтобы Белоруссии лилась кровь? Да. То есть они хотят, чтобы брат пошел на брат, то есть тогда они будут счастливы? Они по одному принципу действуют. Чем хуже, тем лучше. Политических ток-шоу нужны гости, которые якобы будут представлять оппозиционную точку зрения, но при этом не перегибать палку. Поэтому у таких передач есть свой набор вражеских фигур на зарплате, которые безопасны и вряд ли что-то скажут запретное. Потому что вы лжете! Мы нет! Потому что пары Вечланов Николаевич! Сколько тестов вы провели? 500! Нет! Вы изменяете температуру! Есть 100! В массовке среди зрителей обычно сидят работники канала, которые все контролируют. Есть люди, которые уже заранее подготовлены, чтобы быть за или против. Они периодически что-то выкрикивают. Если они выкрикнули удачную фразу, то ведущий подходит к ним. Обычные зрители не кричат, а лишь аплодируют. Есть специальный человек, который запускает волну аплодисментов в нужное время. Чтобы зритель максимально вовлекался в конфликт, важно также создать иллюзию его участия. Это делается через постоянное обращение ведущего к зрителям. Многие такие приемы из ток-шоу используют и в шоу на YouTube, которые вы смотрите. Например, на канале Дневника Ча в новом шоу зрителям в зале постоянно задают вопросы. дают некую иллюзию общения с известными личностями. Ведущий как связующее звено подсознательно воспринимается как объективная независимая фигура, но именно он часто создает или подпитывает потенциально конфликтную ситуацию. У блогеров тоже есть проверенные техники воздействия на аудиторию с помощью негативных эмоций. Когда охваты падают и ничего интересного не происходит, можно, например, выложить видео, где тебя избили, и это обязательно вызовет резонанс и отклик. Тот же Эдвард Билл умело комбинирует негативные и позитивные эмоции в своих видео для воздействия на аудиторию. В одном из выпусков я рассматривал, что позволяет ему собирать кучу поклонников, несмотря на свой сомнительный имидж. Все эти приемы, которые используют создатели шоу или блогеры, позволяют раздувать конфликты, в которых зритель подсознательно вовлекается, поддерживает одну сторону и злится на другую. Так мы можем прожить негативные эмоции, не принося вреда родным, близким или себе. Ведь конфликт где-то там далеко от нас и не несет никакой угрозы. Но есть и обратная сторона. Если постоянно подпитывать себя программами и шоу агрессивного формата, то негативные эмоции могут формироваться уже во время самого просмотра шоу и выпускать пар человек может в реальную жизнь на себя, своих близких и окружающих. Особенно это касается политических и остро-социальных тем, которые могут стать причиной серьезных раздоров между друзьями и родственниками, у которых разное мнение. Важно уметь сохранять трезвость эмоций и спокойно воспринимать другую точку зрения. А если это сложно для вас, лучше всего отказаться обсуждать с близкими такие вопросы. Такие шоу как Дом-2, что было дальше, прямой эфир Андрей Малахов имеют также некий образовательный момент, что тоже привлекает зрителя. Людям нравится эффект подглядывания, можно увидеть, как живут реальные люди, как они сейчас конфликтуют, какие реакции проявляют в тех или иных ситуациях. Сейчас этот манящий эффект подглядывания активно работает в блогах Инстаграм. Даже меня в Инстаграме часто просят показывать мою обычную жизнь. Казалось бы, что в этом интересного? Но блогеры, которые каждый день выкладывают фото еды, видео за рулем и бумеранг в лифте, набирают миллионы просмотров и подписчиков. А когда они рассказывают о своих отношениях, изменах и расставаниях, охваты растут еще больше. Задумывались ли вы, почему мы так любим подглядывать, как живут другие? Потому что это готовая модель поведения, которую мы можем просто взять и применить в своей жизни. В странах СНГ не принято обучать подрастающее поколение коммуникативным навыкам, как говорить, как воздействовать на людей, конфликтовать, строить отношения. Плюс люди все больше погружаются в онлайн и недополучают ценные навыки живого взаимодействия. Вы когда-нибудь утыкались в свой смартфон только для того, чтобы не общаться с окружающими? По результатам исследования, проведенные еще в 2018 году, так делают более 70% владельцев гаджетов в России. То есть вместо живого опыта общения с людьми мы все чаще предпочитаем виртуальный. А различные шоу «Жизнь блогеров» становятся источником жизненного опыта. Люди справляются с проблемами, ссорятся, общаются, а зрители, особенно подростки, ищут то, что можно перенять у них. Молодые люди таким образом самоидентифицируются и обретают систему ценностей. У зрителей постарше уже сложилась своя система ценностей и поэтому мы склонны следить за людьми с похожими ценностями и убеждениями. Мы подсознательно проникаемся доверием к людям, которые демонстрируют такие ценности. Они больше привлекают наше внимание. Мы чаще прислушиваемся к их мнению по многим вопросам. Человек неосознанно ставит себя на место того или иного участника шоу или блогера и представляет как бы он отреагировал какие решения принял бы в той или иной ситуации. Например шоу Дом-2 генератор различных жизненных ситуаций которые человек может проиграть у себя в голове и понять хотя бы уже то как не нужно поступать в романтических отношениях. А на шоу прямой эфир с Малаховым или что было дальше человек определяет для себя как реагировать на конфликтные ситуации и как лучше отбивать нападки. По сути нашему мозгу все равно происходят эти события в действительности или восприняты опосредованно. Конечно информация из этих шоу часто оказывается некачественной а модели поведения не подходящими для жизни. Но если у человека уже есть определенный культурный бэкграунд то для него такие шоу не несут опасности. А если он не видел ничего кроме них то они и закладывают его фундамент и он воспринимает все происходящее как реальную жизненную модель. На людей с неокрепшей психикой это может повлиять весьма негативно мешая выстраивать безопасные и здоровые отношения. Еще один способ выплескивания негативной энергии о котором нельзя не упомянуть видеоигры. Психологи до сих пор спорят об их влиянии на человека. Некоторые исследования подтверждают что злоупотреблениями играми с агрессивным подтекстом а таких как раз большинство может плохо влиять на психику подростков с их эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения. Другие исследования говорят что игры позволяют дать выход агрессивным эмоциям не способствуют их накоплению и не дают транслировать негатив в реальный мир. Есть и исследования о том что компьютерные игры развивают полезные навыки и умения. Так ролевые игры как Fallout или Skyrim повышают социальные умения шутеры развивают меткость а стратегии аналитическое мышление. Словом ситуация с играми примерно такая же как и с негативными шоу. При правильной дозировке можно извлекать из них пользу. А вот при злоупотреблении они вызывают зависимость и заставляют терять связь с реальностью. Итак, подведя итоги можно сказать, что популярные шоу на экранах ТВ и на Ютуб создают в жизни обычных людей искусственный конфликт. Чаще всего он просто выдуман кем-то и прописан в сценарий но все равно такие шоу помогают людям прожить негативные эмоции и выплеснуть агрессию что проблематично сделать в реальной жизни. Эмоциональная палитра шоу дает возможности человеку почувствовать себя причастным и возможно даже более живым потому что повседневная жизнь многих людей не так насыщена эмоциями. Но очень важно уметь выдерживать баланс между реальной жизнью и медиамиром и тогда эмоции вызванные виртуальными героями нашей жизни могут работать на нашу психику а не против. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик и регистрируйтесь на онлайн конференции Найди себя в Digital от Skillbox по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok